Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 4 января По одному из древних календарей у славян продолжается неделя памяти про отцев По народному месяцу слову Настасьин день, Настасья – узорешительница В этот день христиане чтут память великомученицы Анастасии Родилась в Риме, жила в 3-м, начале 4-го веках Своё прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других уз, от бремени Именно с этим связывалось прозвище узорешительница Беременную женщину называли тяжёлая баба, то есть несущая беремя, ношу Вязанку Во время рождения ребёнка происходит освобождение его из материнского чрева, узилища Символике узла придавалось большое значение Считалось, что беременная не должна была сматывать верёвки, завязывать узлы, сучить нити Да и в одежде рожающей женщины не должно быть узлов В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие Вышивальниц называли узорницами, а вышивку узорочьем Также в этот день было принято варить постную кашу Ею кормили беременных, чтобы оградить их от выкидышей и всяких болезней А ещё вся семья славила свой род и своих предков Особые почести доставались матерям Во все времена люди, на Бога надеясь, старались и сами не оплошать А потому женщине, ожидающей рождения ребёнка, запрещалось многое из того, на что в повседневной жизни никто бы внимания не обратил С брюхом ходить, смерть на вороту носить, стращали повивальные бабки своих подопечных Заставляя их пуще глаза беречь от неприятных неожиданностей и себя, и своего, пока ещё не родившегося младенца Бабы в тягости пребывающие не сидели на пороге, не стояли в дверях, не расхаживали по меже и не посещали кладбищ Им не разрешалось выходить из дома после захода солнца, смотреть на огонь, перешагивать через веник, хомут, топор Проходить под лестницами и расчесывать волосы по пятницам Беременным не полагалось брать денег взаймы, крестить детей, быть свахами на свадьбах, участвовать в похоронах И обмывать покойников А чтобы уберечь себя от нечистой силы и дурного глаза, им нужно было носить при себе заветные ладанки А также всевозможные амулеты и обереги Ими могли стать красные ленты, пояса, шнурки и даже нитки, крепко завязанные на поясе запястье рук, а то и просто обмотанные вокруг пальца Но в особой цене были заговоренные образа и крестики, щепки от разбитого молнии дерева, а также кусочки кирпича или штукатурки из келья праведника Считалось, если первые три месяца беременности проходили легко, будущие родители ожидали появления мальчика Если же это время оказывалось для женщины непростым, девочку ждали На рождение мальчика надеялись и в том случае, если дитя чаще находился на правой стороне живота А сидя, женщина вытягивала вперед правую ногу, предпочитая именно с нее и ступать Но если этих примет было недостаточно, или проявлялись они не так ярко, как хотелось бы Некоторые дамы на сносях для определения пола своего будущего ребенка шли на риск Найдя где-нибудь на ярмарке ручного медведя, кормили его из собственных рук хлебом или медом Довольное мычание косолапого ворожея давало надежду на рождение сына А если медведь рычал или от угощения отказывался, ждали дочку Но как не старались избежать неприятностей, как не заняты были собой будущие мамаши Иногда и им приходилось обществу послужить Говорят, стоило во время засухи обдать беременную бабу водой Дня не проходило, как проливались небеса на землю благодатным дождиком А если обходила такая женщина, охваченной пламенем пожара дом Огонь, даже успевший в силу войти, стихал тотчас же Возможно, в силу столь выдающихся чудодейственных качеств А может быть и просто из уважения перед таинством зачатия и рождения Беременным в их просьбах не принято было отказывать, какими бы причудливыми они ни казались Баби на сносях, бог-судья В этот день примечали Если в настасин день с крыш висает много сосулек, год будет богатым на урожай Облака в небесах против ветра идут, скоро начнется снегопад Количество воды в реке уменьшилось, летом начнется засуха и у рыболовов будет маленький улов И добавляли Какая погода в настасин день, такая и в октябре будет Здравия и счастья вам, славяне! На бога надейтесь, а сами не плашайте! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok